Всем привет! Я Даша. Сегодня мне будет рассказывать о книгах «Моя кошка», которая решила самый такой момент усеться вот здесь. И традиционно я буду рассказывать о прочитанном замете. Это будет сентябрь 2020 года, если вы вдруг немножко подзабыли. И начну я с печального. Одним из моих любимых писателей является Корпевин Владислав Петрович. К сожалению, он решил уйти на дорогу с большой буквы «Д», которую я так часто писал в своих книгах. Так что главный командор и защитник всех детей, к сожалению, нас покинул. Через чего я решила перечитать абсолютно все его книги. И прочитала две «ОНЭ» в этом месяце. Это был сборник его рассказов «Вспоминания о детстве под знаком Ориона». И с той же оперой другая книга «Славка с улицы Герцена». Значит, сборник под знаком Ориона подойдет, наверное, более таким взрослым читателям, которые выросли на книгах писателя, которые знают немало его книг. И вдоль просто и поперек, и чуть ли не наизусть. И жажду тут узнать о любимом авторе как можно больше. Тут вам будут и обычные вспоминания школьных лет, в которые так любят окунаться. И более взрослые, и то, с чего начинался его литературный путь. И даже есть немножко руганье на чиновников. И такой набросок рассказа, действия которого происходят в XIX веке. И вот тут я очень пожалела, что он не писал об этом, потому что получается у него отлично. У него есть произведения, в которых существуют очень похожие моменты, но так, чтобы целиком повесть была посвящена нема. Причем в каком-то аспекте это даже такая очень вдохновляющая книга, потому что я вот однажды пыталась познакомиться с творчественным братьевством С творчественным братьевством Тугацких посредством книги в понедельник начинается в субботу. И мне не зашло, и я как-то опечалилась и больше не предпринимала таких попыток. Но Крапивин так вкусно о них рассказывает, что я полезла в их сеть, узнала, с чего лучше начинать с ними знакомство, скачала нужные книги, и когда-нибудь до них дойду. То есть у меня теперь есть такое намерение, и все благодаря Крапивину. Богослови Господь его душу. И еще один сборник, это Славка Сольца Герцена. Я начинала читать с такой опаской, я побаивалась, что будет очень много совпадений в воспоминаниях из сборника под знаком Ориона. Совпадения, правда, есть, но небольшие. По большей части это все-таки история, которую я не читала. И вот как раз эта книга, она подойдет тем людям, которые мало знакомы с творчеством Крапивина, или даже вовсе не знакомы. Такие душевные воспоминания от детства всегда приятно почитать. Даже если ты не знаком с творчеством человека, который создал этот текст, который вспоминает подобные события в своей жизни, и сразу так текло на душе, и хотя мы с Крапивиной из абсолютно разных эпох, подумать только. Когда он только-только начинал свою творческую деятельность, моя мама под стол только ходила. Понимаете, да? Это же сколько поколений, нитишек он вырастил, и неплохо справился со своей задачей, надо признать. Так вот, я отвлеклась. Не за то, что мы с ним абсолютно из разных эпох, и мои школьные годы были совершенно не такими, как у него. Я вот прям почувствовала родную в его школьных воспоминаниях. Вот прям вот душевно, атмосферно, вот именно отношение к тем годам, какая-то теплота и негативные эмоции тоже, они прям совпадают. Вообще я не сладкоежка, но иначе просто сказать не могу. Вот когда почитаешь его книгу Славка с улицы Герцена, ощущение, будто душа сладкого поела, очень-очень вкусного сладкого. И я так огорчилась, когда узнала о кончине Крапивина. Но когда я начала читать его книги, он просто, понимаете, воскрес. Вот жив и всё тут. Ну, нет, я и всё буду. Он для меня жив. Ну, книги я сегодня буду не только халить, но и ругать. Читала я «Дочь Кузнеца», автор Сергеева Ольга. Это славянская фэнтези. К сожалению, не самого лучшего качества. У автора, в принципе, неплохой слог. И хотя ей есть куда расти, видно, что какие-то задатки есть. Если над ними поработать, развить то, что уже имеется, то получится что-то очень симпатичное. Однако, как мне кажется, она слишком пытается быть много лучше, чем есть на самом деле. И хотя это вполне естественно для человека, и казалось бы, что здесь может быть странного, но это как пытаться, находясь на первом этаже, забраться на девятое. Физически невозможно, а если и возможно, то сразу скажу, что это какой-то фокус, трюкачество, спецэффект. Это выглядит неестественно, ненатурально, нарочито. Ну, как выдать манекены за живого человека. Можно придать им какие-то натуральные черты, но он не будет ни мыслить, ни двигаться, ни говорить. И вот ее слог произвел на меня именно такое впечатление норочитости. Я, как фанатка Волкодавы Семеновой, не могла не печалиться тем, не могла не печалиться тем, что она явно пыталась как писать и вырасти за счет Волкодавы. То есть бывает, что человек вдохновляется одной книгой и пишет свое что-то собственное. И когда он не плагиатит, а именно вдохновляется, то читатель хоть и подмечает этот нюанс, но он не сервится на автора, произведение, а радуется, испытывает какие-то положительные эмоции, что замечает, что-то знакомо в его строках. И это отрадно. Но когда автор пытается поработать рецепт удачи писателе, чей успех его вдохновил, и по этой формуле механической, бездушной, просто выверенной, просто выверенной, пытается совершить свое тоже успешное, это только горчит. И вот здесь мы имеем дело именно со второй схемой. По крайней мере, книга на меня произвела именно такое впечатление. Здесь, как и в Алкодаве, главная героиня, имела с девушкой, дочь очень далантливого и прославленного кузнеца. Здесь, так же, как и в Алкодаве, в то время, как другие люди вообще ничего не могут так следить в темноте, она все чудесненько видит. У нее тоже есть преданный друг, зверек из отряда хищников, тоже из речных. И точно так же ее семью тоже очень жестоким образом убили родителей, сестренок. И она прям жаждет отомстить. Есть момент, когда она становится рабыней. Наличие такие знакомые симптомы рабства, как ошейник, кнут, избивание монум, весьма умелое. Более того, здесь есть даже два имени, которые встречаются в Алкодаве. Сравнение имеется танцы и драки. Это не новые в Алкодаве, но здесь только подчеркивает это сходство. Автору точно надо поработать над тем, как она прописывает диалоги и бурные эмоции. Это не выглядит натурально, естественно. И, ну, как мне кажется, ее язык, ну, кроме того, что она пытается прыгнуть выше своего уровня, мне, к сожалению, не хватит некомпетентности, не знали ни словарного запаса, так сказать, точно сказать, что мне не понравилось выразить это. Это, ну, скажем так, вот это вот аж задохнулось от такой наглости, а ты своего не упустишь, молча выругалась. Может, все-таки мысленно, а не молча. Вот это вот все как-то вот на меня не произвело продолжительное впечатление. В общем, чтобы дожать эту книгу до конца, мне не хватило каких-то ста страниц. Я психанула. Тем более, я где-то в это время узнала о кончине своего любимого писателя, и у меня просто уже закончились моральные силы. Думаю, ну, нафиг я лучше пойду Крапивина читать, перечитывать, чем вот я буду себя мучить и дожевывать дочь кузнеца. Это только первая часть цикла. Я ни в коем разе не собираюсь знакомиться с продолжением. И в минусе я также могу записать, что, допустим, появляется читатель, что вот является некий хозяин, который периодически собирает свои дань в виде пожирания, уничтожения жизни людей, но при этом не объясняется, что за хозяин, что за такая, кто таков. То есть он на меня произвел впечатление что-то вроде смерти или какой-то в сущности аналоговой ей. Но толком так ничего читателю и не разъясняется. Далее. Любовь к жизни моей. Павелонские книги. Книга первая. «Восхождение Синлина». Автор Джессая Бенкрафт. Это что-то шикарное. Вообще, я не особо поверила, когда начала слышать о довосхваления в сторону этой трилогии. Эта трилогия, я сказала. Я как-то так съежилась, потому что, вы помните, может быть, а вы что, нет? Когда весь книжный ютуб возносил до небес макой морока, я воодушевилась, взялась и в результате так не поняла, почему все так влюбили эту книгу. Я боялась чего-то похожего и тут. Однако, все мои ожидания были оправданы и даже более того. Мы имеем дело с аналогичным миром. Здесь Вавилонская башня и не то, что в нашем с вами мире. Учитель, а по своим свидетельствам директор, который всю свою жизнь восторгался Вавилонской башней, женится и отправляется со своей женой вместе с своей мечтой. Буквально сразу он ее теряет и, стремясь найти, начинает свое путешествие в Вавилонской башне. Это не романтики, хотя главная цель героя найти свою возлюбленную и даже не о поисках этой возлюбленной, хотя цель такая стоит. Это уже для нечто большее. Это описание общества в меню Этюля. Это такое очень правдивое зеркало. И я могла бы сказать, что самое подходящее слово, вот если вы меня попросили одним словом писать эту книгу, ошеломительное. Самое подходящее слово из моего арсенала. Автор очень мило ведет за собой читателя, интригуясь своим мастерством. Я не сразу поняла, что фишка, но потом до меня дошло. Периодически, когда происходят действия в реальности, он вспоминает окунаться в прошлое. И дело в том, что делает это, когда самая-самая интрига происходящего, за ним гонится какой-то мужик, пытается его убить, и он тут начинает вспоминать. Понимаете, да? И самая фишка в том, что вспоминания тоже интересные. И вот это вот просто бесконечный круг какой-то, то есть оторваться вообще невозможно. Я сидела к этой книге просто как приклеенная. Вообще, из этого могло бы получиться отличное аниме. Вот будь я японским режиссёром, я бы прочитала книгу, тут же понесла бы снимать полную метражку или овашку, а ещё лучше вообще многосерийник какой-нибудь. Просто вот я прям так и видела вот эти все картинки, когда читала. Хотя, как бы, давненько я уже не посматривала аниме, и вроде как отошла даже немножко от этого. мангой я вообще никогда не увлекалась, как и Ранабе. Но вот когда я читала, у меня вот прям стояло при глазах вот эти вот картинки, видеоряд, я не знаю, как сказать. Самое интересное, что книга предсказуемая даже для меня это нонсенс. Обычно я очень прозорлива в этом плане, и это здорово мне портит удовольствие чтения. Тем не менее, факт. Но здесь я вообще ничего не могла предугадать. Ну вообще ничего. слово «совсем». Это просто шикарно. Когда я начала читать, я прям пожалела, что я не дождалась выхода всех книг абсолютно. Ну, третья часть, по-моему, на английском вышла, но на русском еще не переведена. Потому что я не люблю вот этого ждания, что в книгах, что в сериалах. Я всегда жду, пока полностью выйдет сериал или перевод сериала. Вот, никто рекомендовал замечательный корейский сериал. Я никак не могу уменьшать его смотреть. Вот эти на русском еще нет перевода. Я уже все извелась. Вот. А тут я что-то психанула, я не дождалась перевода третьей части и начала читать. И прям очень нурчилась по этому поводу. Но, к счастью, когда я как раз заканчивала читать первую книгу в электронном виде, пришла посылка с реальными книгами бумажными. Им я даю предпочтение больше, чем электронное. И я закончила читать «Восхождение Синлина», начала читать реальные книги, которые сейчас таки перейдем. И поэтому мое внимание отвлеклось. То есть, теперь я точно не начну читать вторую часть, а подожду, пока выйдет третья на русском. Итак, бумажная книга. Я вам ее показывала по ссылке из лабиринта. Это «Мир и война» Париса Кунина, которая является такой художественной иллюстрацией к одной из книг «История Российского государства», которая рассказывает как раз в XIX веке, и в том числе книга посвящена событиям войны 1712 года, как собственно и документальные есть упоминания. Здесь достаточно широкие поля, крупный шрифт и не менее крупные иллюстрации, коих около шестьдеся, по-моему. если бы были нормальные поля, чуть поменьше шрифт и без иллюстрации, книга была бы, я думаю, гораздо уже, чем она есть на самом деле. Я искренне надеюсь, что ни одна из следующих книг «Рунина» не будет называться что-то вроде «Нюрки Каленкиной» или «Мастеровой» и «Марго», потому что что-то он взял манеру заимствовать названия очень знаменитых книг. Ну ладно, пустим эту тему о содержании. Если вы помните книгу «Рассуждение и доброотключение Луца Катлина», этого же автора, то увидите немножко знакомые лица. Главный героиня здесь его вдова, которая является помещицей в не столь далеких от Москвы мест и вдруг начинают появляться трупы. Их вылавливают в «Реке». Это девушки юные, обладающие набором общих внешних качеств схожих, притом непонят на непонятном способе убийства. Не было насилия, это не огнестрел, их не задушили, здесь что-то другое. У нашей главной героини есть внучка. Умная не по годам, которая мечтает стать медиком и она со своей парушкой берется за это дело. Но тут вход вмешивается в начало войны и мы немножко отвлекаемся на партизанские события, которые здесь имеют место быть. Все это очень интересно, но знаете, если бы тот же самый текст абсолютно тютелька в тютельку написал другой бы автор, так-то я по-моему поставила 4 балла по 5 балльной системе, то пожалуй я бы дала на одну звездочку поменьше. Тут я просто потому что Кунин чуть-чуть завысила оценочку, посмотрим правильнее в глазах. Итак, что же меня здесь не встроило? Психетрия. Как мне кажется, автор привезла сюда ее немножечко зря. Сама я уже не помню, по своему профилю я в своей жизни не поработала, исключая практику. Но кое-какие знания остались. И как мне кажется, это познание в этой области автор опередил лет на пятьдесят. Я полезла проверить в интернете и интернет думаю точно так же, как я. Поэтому как только я ныкнулась на строке об этом в книге, меня это смутило сразу. Финал сейчас без спойлера попробую, но он выглядит немножечко ненатурально. Я бы ожидала подобный финал скорее от западного вестерна, чем от многомудрого, умнейшего Акунина. У меня вообще сложилось такое впечатление, что книга была написана в спешке, потому не очень продумана. Кроме того, мы знаем главного злодея Виноника все бьет с самого начала. Она очень верящего намекает на эту личность, и это меня тоже немножечко смутило. Концовку поймут люди, которые знают историю отечества, в частности от этой эпохи. Именно конечно я понимаю, Кунинт правее ждать подобных знаний от своего читателя, так как все-таки эта книга является иллюстрацией его документальной книги, но все-таки тоже лучше бы, мне кажется, он врылся пояснее. Мне очень понравилось, я прям восторг от этой затеи, что главной героине вызывает достаточно такие противоречивые чувства. Дело в том, что вообще писатели грешат одной штукой. Их главные герои слишком уж идеальны порой, и даже не порой, а прям частенько. Но ведь люди, даже самые лучшие из нас обладают своими слабостями, пороками, недостатками, и хорошо бы, чтобы это находило отражение и в книгах. И то, что главной героине вызывает порой даже откровенно негодование, возмущение. Мне понравилось. Это очень реалистично и правдоподобно. И прям вот, ну, вообще хорошо, что его герои вызывают такие сильные чувства. Это замечательно, изумительно. Слог у автора, как всегда, не подражая, несмотря на то, что я отметила некоторые слабые места, читала я с превеликим удовольствием. Вот правда, слог отлично, как всегда, талант не пропьешь. На этой книге именно, кстати, я закончила свой четвертый читательский дневник, о чем скоро сниму очередное видео свое. И мы переходим к следующей книге. И это съедобная история человечества, написанная британским редактором и писателем Томасом Томом Стейн Диджем. Почему я никак не могу выиграть эту фамилию? Итак, как можно судить по названию книги? Здесь еще продолжение есть. Не так, как она есть, от жертвоприношения до консервной банки. То есть нам вполне понятно сразу о чем книга. это о еде и ее влияние на человека и на его культуру, начиная прямо от древнейших времен, от прямоходящих и заканчивая сегодняшним днем. Выписала здесь уйму, просто уйму фактов, но так как я... Здесь есть один подозрительный момент. Так как я люблю историю, я соответственно читаю книги на эту тему периодически. И дело в том, что те сведения, которые находятся в этой книге, я встречалась и в других, но там факты были несколько иными на эту же тему. И меня это смутило. Кому верить? С одной стороны, мы здесь имеем дело не с историком, а ну с писателем. И он мог что-то не так понять, не то выписать и так далее. А с другой стороны, это все-таки ну с 2010 года издание книга последняя. А то, что я читала ранее, оно соответственно более такое старое. и хотя здесь есть, здесь есть список используемой литературы, но она, спасибо издательству Эксма, на английском языке. Я просто смотрю книгу, вижу фигу, ну тут есть года, где-то можно, вот, но не, я бы не сказала, что это новые, новые исследования какие-то. Кроме того, сам автор, когда в процессе повествования нам рассказывают то-то и то-то о идее, он не пишет, что исследования такого-то года или исследования такого-то института, но он просто пишет исследования. Но это вот такой единственный момент, который докопалось, и я просто смущена, ну, кому верить так идем. Поэтому, так как я здесь ставлю знак вопроса, то непонятно, а остальные факты, которые приводит Том, но я не встречала в других книгах, а верить ли им в таком случае? Ну, допустим, что верить. Это очень интересно, особенно вот та часть, которая касается дальнейших времен, я прям не знала, что я делала больше, читала или выписывала. Кроме того, автор не всегда достаточно точно изучивает свою мысль. Например, он пишет, что кукурузная диета приводит к пологрезоболеванию, которое реализуется тошнотой, губой кожи, чувствительностью к свету. И светочувствительность от Пелагра, снова мифов и вампирах, появившихся после распространения кукурузы в Европе в 18 веке. Ну, позвольте, первое соединение вампиров, насколько мне известно, появились еще древние греков, у элинов. Это было задолго до 18 века в Европе. И как бы, ну, может он имеет в виду, что в том числе, но в таком случае мы, как я уже высказалась ранее, недостаточно точно выявила свою мысль. Есть подобные еще примеры высказываний, тут я уже вам переводить пример не стану. Вот, кстати, я тут себе выписала, что согласно книге Натальи Буду, «Последний жизнь викингов 9-11 века европейские фольклоры пришли из Северных сказаний». То есть порой автор предзят. Меня сразу смутели такие строки, как, ну, вот он про США пишет, «Самая богатая страна мира». И я так и думаю, «РАЗВЕ?» И полезлось управлять эту информацию в сети. Она даже в первую десятку не входит. И опять же мы вспоминаем знак вопроса, который поднимала в начале рассказа об этой книге. Что меня особо смутило, это моя самая больная точка. Я до всех докапываюсь на эту тему. Он путает термины «индуз» и «индийц». «Индус» это приверженец определенной религии и он может проживать в любой стране мира. «Индийц» это человек с индийским гражданством. Он может исповедовать гиневализм. Вообще книгу можно разделить условно на такие моменты, как сначала древнейшие времена, специи, картофель и современное производство пищи. Чем ближе к современности, тем менее интересно мне было, тем больше я зевала. И я совершенно перестала его писать. Вообще опоздание автору сказать, что это для меня в принципе типично. Потому что меня интересует история, а современности вообще нет. Поэтому я во всех книгах, чем блин ближе к современности, тем менее интересна. Так что здесь это думаю не его вина, а моя. Если вас пугают документальные книги, пугают именно сухостью своего языка, то пугайтесь. Он здесь суховат. Но терпим. Следующая книга, которую я вам хочу рассказать, называется «Книжный магазин человек счастья». Автор Дженни Коган. Она обожает книги и в видении расписывается обе к ним. Сюжет здесь таков. 22-летняя женщина, служащая библиотеки, узнает, что их библиотеку расформирует, книги перевозят в мультимедийный центр. По идее, она может там работать теоретически, если придется беседование, но она мечтает открыть свой собственный книжный магазинчик. Поэтому и такое название. И собственно о том, как она это делает, с какими людьми знакомиться и рассказывать на эту книгу. Здесь есть и романтическая линия, и даже несколько. Это очень мило. Книга такая простенькая, наивная. Но в этом, пожалуй, ее достоинство. То есть вы сможете разгрузить свой мозг, расслабиться. Особенно рекомендую чтение при свечах. Если есть камин, то у камина. Но это вряд ли. Вот. Это все, что я прочитала в этом месяце. И очень ловля, потому что батарея у моей камеры садится. Поэтому спешу с вами попрощаться. Пока-пока. Скорь книг.